добрый день мы с вами находимся в недельной главе шлах и в наших беседах по главе шлах в прошлом и позапрошлом году мы говорили о грехе разведчиков о том что в своей разрушительной силе он дошел до того места в духовных мирах куда не доходят никакие другие человеческие грехи это высочайший уровень духовных миров соответствующий в нашем мире святая святых в иерусалимском храме и вот это их отношение к земле израиля а видит именно это в этом и состоял их грех она образовала трещину в духовной проекции святая святых в храм и именно это сделало возможным разрушение первого и второго храма это очень важные разговоры для тех кто живет сейчас вне земли израиля для тех кто тут но его мучают разные моменты и он никак не может понять и найти свое место в этой земле послушайте еще раз урок прошлого года на моем youtube канале тора в поисках смысла сегодня же я хотел поговорить и еще об одном уроке главы в книге лайхактов он называется два пути в борьбе со злом это два пути двух членов команды разведчиков ешуа бен-нуна и калево бен-йефуне которых по-разному каждый по-своему противостояли десяти другим членам этой команды великим людям главам десяти колен израиля говорит нам недельная глава и назвал маша оша бен-нуна вешу и пишет на это раши в трактате сота говоря об этом месте в гаторе что давая имя ему имя маша молился о нем да спасет тебя бог от сговора разведчиков и для раши это было просто сказать лиц его имя ешу означает да спасет тебя естественно понятно что спасет конечно тебя бог в контексте происходящего понятно что маша хочет дать ему силы противостоять сговору 10 разведчиков но спрашивает хафецкаем мы знаем хафецкаем этой с роль мэра койн умер в 1933 году это крупнейший раввин галахист он автор известнейшего комментария к шелха на руку мишна брура которому следует большинство евреев мира и он спрашивает почему маша молился только вашу а а не о калеве ведь они оба в конце концов противостояли сговору разведчиков и почему только калев оказавшись в земле израиля отправился в хеврон чтобы молиться на могилах отцов как говорит раши о сказанном и дошел до хеврона дошел в сказано в единственном числе то есть он был там один и известно что он отправился молиться на могилу отцов чтобы их заслуги помогли устоять в испытании в каком забегая наперед скажу что его план был притаиться до тех дуба до до поры до времени не выдавая себя но он опасался что длительное молчание навредит ему самому изменит его изнутри и фальшивое такое театральное согласие может стать не дай бог настоящим и объясняет книга лакахтов что яшуа среди разведчиков находился в физической опасности ему и ему было нужно и было достаточно благословение маше чтобы устоять в отличие от этого калев был в опасности духовной в опасности именно влияние злого умысла товарищей а для этого чтобы избежать духовной опасности недостаточно только благословения наставника необходимо прилагать усилия самому самому молиться саму просить бога помощи и поддержки и вот когда разведчики вернулись в лагерь то право провозгласили перед всеми что они все пришли к одному выводу все кроме иошуа по их разумению он был в одиночестве поэтому можно было не считаться своему мнению куда ему одному против одиннадцати и они были уверены в своей победе и тут пришло время и наступил тот момент когда калев использовал свое положение среди разведчиков чтобы сказать правду и он пишет тора утишил калев народ сделал чтобы что дома ше и это сработало действительно ему удалось заставить всех замолчать утишить так объясняет раши и прислушаться к с прислушаться к своим словам касательно что он скажет о маши и закричал он разве только это сделал в энцима мрама те кто слышали это подумали что он сейчас начнет поносить маши потому что он был за среди своих среди одиннадцати но калев продолжил по-другому разве не он рассек на перед морем разве не он дал нам ман а даже будь то это на небесах он сказал бы сделайте лестнице и войдите туда нужно слушаться туда мы сможем исполнить все чтобы он не сказал то есть калев вдруг проявляет себя открывает свою скрываемую до сих пор настоящую позицию и поэтому говорит раши о словах всевышнего дух другой был при нем он раньше говорит два духа один сердце скрытый один на устах разведчикам он сказал я с вами заодно но в сердце собирался сказать правду и поэтому удалось ему заставить всех замолчать а где-то сказал всевышний как раз о поведении калева но раба моего калева за то что дух другой был при нем и он последовал за мной я приведу в землю израиля в которой он ходил а туда в хеврон ничего подобного не сказано боя шо и мы продолжаем задавать вопрос почему чем был правильнее чей путь правильнее чем путь более угоден всевышнему я шо или калева и мы находим ответ в тасевте говорят там наши мудрецы что тора иногда упоминает сначала я шо а затем калева иногда наоборот чтобы сообщить нам что они равны в своем достоинстве и поэтому говорит хафецхаем что два пути есть перед человеком желающего избежать влияние злоумышленников или грешников или в целом зла первый путь выйти в открытую войну против отвергающих власть небес борясь с их ложными мнениями второй путь в том избегать насколько возможно споров с грешниками и даже выдавать себя внешне за их сторонника и тогда грешники считаю с человека своим вовсе не будут стремиться влиять на него и тогда он сохранит и даже накопить силы в нужный момент сможет вступить в бой каждый из этих путей обладает достоинствами как всегда и недостатками тот кто следует первому с легкостью сохранить чистоту собственных взглядов и убеждений но с другой стороны он рискует пострадать и физически и духовно от последствия лобового столкновения со злом к тому же кто следует вторым путем такая опасность не грозит кроме того если он человек важный злодея не упустят слушать случая представить его как единомышленника публично и тогда сняв маску он сможет прилюдно развенчать ложь и злодейство недостаток же и быть убедительным недостаток же этого пути в том что за долгое время молчания скрывание своего истинного мнения человек может ослабить в нем свое мнение и духовно приглядит приблизиться к своему дурному окружению шарбейн узнал душевные силы и еще и калева и понимал что иошуа был склонен идти первым путем а калев вторым теперь мы понимаем почему маша благословил иошуа бог спасет тебя от сговора разведчиков даже если тебе придется противостоять всем они не носут не нанесут тебе вреда калев же не склонный к открытому противостоянию не нуждался в таком благословении когда разведчики достигли хеврона и встретили там хима ахимана шиша и толмая гигант да и придя в ужас сговорились подстрекать народ не входить в землю калев решил не спорить с ними он знал что сможет по возвращению провалить их план его достоинство в такой еврейской мудрости хитрости и шо же проявляет лидерские качества имея благословение от маши и силу от всевышнего открыто противостоит десяти главам колен и в этом еще несомненно превосходит калева и ему машина поэтому и маша рабейну передает тору и делает его лидером еврейского народа сейчас уже через в конце книги дворим на берегу и реки рода именно я шо же потом ведет евреев землю израиля и мудрецы раскрывая эти аспекты поведения что и что за этим стоит хотят показать нам что оба пути угодны всевышнему оба пути результативны в противостоянии со злом со злом как снаружи так и внутри себя каждый выбирается вать путь борьбы в соответствии со своими внутренними ощущениями основанными на свойствах души мы знаем сорока девяти комбинаций этих 7 эмоциональных свойств и часто нам даже не понятно почему мы так или иначе поступаем и почему делаем такой выбор они другой мы делаем это неосознанно и ценность этого урока в тех тонкостях понимания которых помогает нам понять свои сильные стороны и использовать их идя по одному или по другому пути хочу пожелать нам браха ваяц лоха благословения и удачи ой нет успеха и остаемся и дальше в поисках смысла